Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «7 минут» телекомпании «Город». И мы продолжаем знакомить телезрителей с интересными и талантливыми людьми сегодня из мира моды и стиля. Знакомьтесь, Анастасия Косе. Обаятельная девушка, молодая мама и начинающий дизайнер. Привет, Настя! Привет, Лен! Настя, ну вот у тебя совсем небольшой опыт, но при этом уже за плечами показы, коллекции в нашем городе. Расскажи, пожалуйста, о том, как вот ты решилась стать дизайнером. Начиналось все с танцев. Я работала художественным руководителем в некоторых ночных клубах, даже сама танцевала, был у меня такой опыт. И начинала шить костюмы себе, затем уже своему коллективу. И далее, когда решила, что с танцами уже нужно заканчивать, нужно куда-то дальше расти, начала шить повседневную одежду, носибельные варианты для себя, для друзей, ну а дальше уже для продажи. У тебя есть какое-то профессиональное образование? Я поступила в Ивановскую академию, в филиал наш в Рязани, но шла я туда, скажем так, за практическими какими-то навыками и поняла, что там меня ничего не научат. Одним словом, я закончила очень быстро эту академию, через первый семестр отучилась, ушла, пошла на курсы. И сейчас ты обучаешься на этих курсах, да? Уже нет, теперь как бы в основном, ну курсы какой-то дают, конечно же, базу, но если сама ты не читаешь, не узнаешь, не практикуешься, то ничего не получится. Поэтому у меня в основном заказы, практика, где-то что-то нахожу, интернет всегда в помощь. Был когда-нибудь у тебя желание пойти поучиться, например, постажироваться у какого-нибудь именитого дизайнера или у Дома Моды? Ну я думаю, что об этом втайне мечтает каждый, начинающий дизайнер одежды. Это колоссальный опыт и даже возможности, я думаю, поэтому если бы у меня была такая возможность, я бы с радостью, конечно, согласилась. Ну, возможно, все еще впереди. Да, возможно. А какую одежду тебе нравится больше всего шить? Ну, наверное, повседневную, какие-то носибельные варианты, чтобы видеть людей в городе в своей одежде, это приятно всегда. А какая у тебя специфика работы? Ты только делаешь эскизы или шьешь ее тоже? И шью я, ко мне приходит человек, девушка, она говорит, какое платье она хочет, мы с ней отрисовываем эскиз, обсуждаем ткань. В большинстве случаев я лично покупаю ткань, выбираю, и шью сама, да. Расскажи, пожалуйста, о своей последней коллекции, как она создавалась? Началось все с ткани. Я увидела шелк в полоску черно-белую, влюбилась в эту ткань, поняла, что с этим нужно что-то сделать, и постепенно добавила какие-то другие оттенки, другие ткани. И в течение некоторого времени у меня родились эскизы, и потом я начала отшивать коллекцию. Помогал кто-то эту коллекцию стилизовать, сделать в одной концепции? Непосредственно по эскизам работала только я, но дальше уже подключились мои друзья, моя команда, это дизайнер графический, фотограф. Мы вместе обсудили все наши идеи, видения, и дальше начали работать. Сколько у тебя ушло времени на ее создание? Ну, если учесть тот факт, что в процессе работы над коллекцией я также шила заказы, то где-то месяц-полтора, вот так вот. Это много или мало вообще считается? Вообще, ну, если бы я работала только над коллекцией, конечно же, я бы отшила все быстрее, потому что и варианты там были не такие, не сложные, то есть это не какие-то платья, не кутюрная коллекция. Поэтому можно было бы сделать быстрее, но руки у меня всего лишь две, к сожалению. Так что вот так получилось. Где ее рязанцы могли увидеть? Пока что не было показа еще, был показ, меня приглашали на мероприятие «Ночь пожирателей рекламы», и там была представлена визитная карточка этой коллекции, то есть некоторые модели можно было увидеть там. Как люди вас приняли? Я думаю, что хорошо, подходили после показа, были какие-то примерки, кто-то что-то уже купил. Вот когда ты создавала свою последнюю коллекцию, ты делала какие-то модные в этом сезоне акценты, и вообще откуда черпала вдохновение? Интересно так получилось. Когда работала над коллекцией, свою новую коллекцию выпустила Даша Гаузер, и я у нее увидела опять же вот этот вот полосатый мотив, то есть черно-белая полоса. Было приятно, что все-таки, наверное, мысли как-то где-то пересекаются у людей. Черпала вдохновение? Ну, на самом деле коллекция называется Lifeline, а жизнь-линия, и смысл в том, что жизнь, она не только черно-белая, в коллекции также присутствуют другие цвета, и вот хотелось донести ту мысль, что полоса основная черная в коллекции, но не потому что жизнь такая у нас мрачная, а потому что жизнь очень четкая. И после рождения сына для меня вообще все стало очень понятно и ясно, что, зачем, когда и почему. А если оглянуться по сторонам, то в жизни есть много приятных моментов, и в коллекции это показано другими цветами. Тебе больше нравится шить для девушек или мужчин ты в перспективе тоже хочешь одевать? Ну, конечно же, хотелось бы, некоторые спрашивают даже, есть ли что-то для мужского пола в коллекции. Пока что только девушки, а в дальнейшем, ну, посмотрим. У тебя большая база заказчиц, скажи, пожалуйста, как люди на тебя выходят, как находят тебя? Ну, в основном это, конечно же, работает, скажем так, с рафаной радио. Кто-то из девушек что-то у меня заказывает, шьет, рассказывает своей подружке, та еще одной. И таким образом мы связываемся через интернет, либо по телефонной связи. А также в первый раз вот с этой новой коллекцией, с последней, весенне-летней, мы решили выпустить каталог, с помощью которого, как бы, я хочу познакомить еще определенный круг людей со своим творчеством. Вот, посмотрим, что получится. Большой тираж? Я думаю, что небольшой, где-то 200 экземпляров, я думаю, не больше. Где можно будет увидеть эти каталоги? Ну, в основном планирую распространять через знакомых, опять же, это кафе, бары, магазины. Как и с кем его делали? На что ушли все силы? Ну, изначально коллекцию от Шилы я придумала, также я работаю с фотографом, это Владимир Барабанов, мне очень нравится его творчество, его взгляд. Он умеет замечать в мелочах что-то интересное и живое. Графический дизайнер Маргарита, Маргарет, Маргарет Дьяченко, да, так ее зовут. Ребята, мы с ними обсудили, я им показала коллекцию, показала эскизы ткани, с фотографом мы придумали, как мы будем снимать коллекцию, в каком ключе. И Рита, в свою очередь, внесла какие-то графические изменения, которые мы увидим уже непосредственно в каталоге. То есть, определенная у нее была идея своя. Сколько там всего луков? Ой, даже сейчас и не вспомню. В принципе, моделей немного, где-то 7, по-моему, 6, да, где-то так. И причем у нас в этот раз была интересная съемка. Последнее время ты, наверное, заметила очень, ну, модно, скажем так, фотографировать себя любимую на телефон. В примерочной, в магазине, в ванной, да где угодно. Где есть зеркало, там и сфотографировать себя. И, собственно, съемка у нас прошла таким же образом. Мы сымитировали в студии примерочную, и девушки якобы фотографировали себя на телефон. Работа, работа с заказчиками, еще ты мама. Когда ты все успеваешь? Не знаю, когда все успеваю, но у меня есть мой маленький мотиватор, скажем так, мой сын. Я очень сильно люблю его и очень сильно люблю свою работу. И поэтому, наверное, я все успеваю. Как ты планируешь развивать свой бренд? Вот у тебя есть намеченный план на ближайшие, там, два года? Как ты видишь бренд-кассет через два года? Хотелось бы, конечно же, открыть свой небольшой магазин, либо какую-то мастерскую, где работать и быть, скажем так, ближе к своим клиентам. А также хотелось бы побольше принимать участие в показах вне рамок нашего города, чем планирую в ближайшее время заняться. Настя, спасибо тебе за интересную беседу и за то, что нашла время прийти к нам в студию. Я желаю тебе только творческих успехов, продолжай творить и удивлять нас. Это были 7 минут. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!